Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии. В студии Марина Баль. В республике началась проверка лифтов, так же как по всей стране спецкомиссии. Они во главе с прокуратурой проверяют все подъемники, особенно пристально в жилых домах. Поводом стали два громких ЧП с лифтами в Москве и Волгограде. Там погибли люди. В первый рейд с экспертами отправился и Дмитрий Вороновнин. Этому лифту в общежитии на Ворошилово 39 лет. Жильцов возят с момента постройки дома. Зарекомендовал себя примерным служакой за всю жизнь лишь пара мелких ЧП, когда застревал между этажами. Впрочем, сегодня, приехавший с членами прокурорской проверки электромеханик, осмотрев старенький подъемник, вынес такой вердикт. Ресурс как таковой у него выработан. Его замена должна в ближайшем будущем производиться. Канаты, противовесы, кнопки вызова – все это управляющая компания, обслуживающая дом, периодически исправно меняет или чинит. К техническим деталям этого лифта у членов комиссии, куда помимо прокуроров входят представители госжилинспекции, МЧС и Ростехнадзора, претензий не возникло. Но проверяющие также внимательно изучали и все документы на подъемник. Недопустимый риск, то есть нет. Пока не призамечания были. Сейчас по факту посмотрим, устремлено. А это уже лифт на Ворошилова, 40. И здесь комиссия тщательно изучает все бумажные нюансы. Наличие страховки и договора между управляющей компанией и организацией, обслуживающей лифт. Кроме того, проверяется технический паспорт подъемника. Документ о последнем освидетельствовании. За две недели сотрудникам прокуратуры Устиновского района Ижевска вот так предстоит обойти 350 жилых домов, где есть лифты. И которые по результатам мониторинга попали в своеобразную зону риска. В связи с физической изношенностью лифтов, лифтового оборудования, действительно эти проверки актуальны и важны. Поскольку напрямую зависит жизнь и здоровье жильцов тех домов, в которых это лифтовое оборудование оставляет желать лучшего. Будет принятие комплекса мер, вопросов, реагирования. Все будет зависеть от выявленных нарушений закона. О результатах проверки районные комиссии обещают доложить в начале февраля. Управляющие компании ТСЖ, в чьих документах найдут нарушения, получат предписание приостановить работу лифтов. Если же нарушения в короткий срок устранены не будут, последует штраф 200 тысяч рублей. Напомним, что в Удмуртии сейчас примерно 5 тысяч лифтов и 3 тысячи из них в Ижевске. Дмитрий Вороновин, Александр Широбоков, телеканал «Моя Удмуртия». До пассивной два месяца. В гаражах сельфоспредприятия механизаторы дню и дуно чуют. В хозяйствах понимают, в этом году рассчитывать на серьезное обновление техники не приходится, а значит вся надежда на своих мастеров. На чем механизаторы выйдут в поля, посмотрела Светлана Буланова. В уронской мастерской Николай нарасхват. Он и слесарь, и токарь, и сварщик. В деревне научишься всему, да и работы, говорит мастер, не в проворот. Сейчас в самом разгаре подготовка к пассивной. К первому апреля все трактора и сейлки нужно поставить на колеса. Поживки очень много надо. Почти все меняем. А почему все приходится менять, заменять? Заводской брак, земля заходит, изнашивается быстро. Это получается два раза ремонтируем в год. Почти зимой, еще летом рассыпаются они, делаем. Запчасти к сельхозтехнике дорогие, сетуют в мастерской. На детали хозяйства потратила уже 2 миллиона. Купить новые трактора в прошлом году не смогли. К примеру, стоимость белоруса за миллион. Поэтому и приходится рассчитывать на то, что есть, говорят уромские трактористы. Свой Т-150 механизатор Ларионов называет не иначе, как Манька. Не подводит Мане в поле уже 10 лет. Старый проверенный, надежнее, чем новый. Вот новый купили, не идет, ломается, а этот старый уже проверенный. Каждый бок считает, руками все уже проверенный. Такой проверенной и изношенной годами техники в Малопругинском районе 66% посчитали местным управлением сельского хозяйства. В плане по подготовке к пассивной для хозяйства района запланировано нынче закупить 20 тракторов. Но, говорят в управлении, выполнение такой задачи сегодня под большим вопросом. Реально, в прошлом году мы всего купили три трактора «Беларусь». Это мизер. Вообще, мы считаем, что это никуда не годится. Обновление техники идет 0,0% каких-то всего по району. Мы, действительно, селяне, конечно, просим правительству также наше. Надо обновление машинотрактного парка, программу какую-то новую, все равно принимать. В республиканском бюджете на этот год заложено более 170 миллионов рублей на приобретение и модернизацию сельскохозяйственной техники. Цифры невеликие, признают в профильном министерстве, хотя существенно больше, чем в прошлом году. Но пахать поля в основном будет техника, восстановленная в таких гаражах. Оставшиеся два месяца работы здесь будет кипеть. Провести все полевые работы в срок помогут субсидии. Все, что причитается селянам, метельхоз выплатит перед посевной, сообщил сегодня министр Александр Прохоров. Между тем, по прогнозам экспертов, предстоящая этой весной посевная кампания может стать самой дорогой за всю историю. И это связано не только с ростом цен на энергоносители. Из-за проливных дождей летом и осенью прошлого года хозяйства не успели подготовить поля, распахать и засеять озимыми культурами. Весной навести на таких участках порядок станет и сложнее, и дороже. Что касается семян, в Удмуртии их достаточно. Некоторые сложности могут возникнуть только по одной позиции – это семена льна. По ряду северных районов все проблемы, но мы держим на контроле еженедельно. У нас сейчас идет мониторинг о состоянии дел, связанных с семенами. По ряду хозяйств есть проблемы, но просто надеюсь, что сегодня такая крестьянская смехалка доведет до того, чтобы в хозяйствах у нас семена были. Новобранцев ждут в школах Удмуртии. В республике стартовала запись в первые классы. До 1 февраля в обязательном порядке образовательные учреждения должны начать принимать заявления от родителей. В этом году только в Ижевские школы придут 8800 первоклассников. Это на тысячу больше, чем в текущем учебном году. Хватит ли места и как будут вести прием лицеи и гимназии из столицы, выяснила Елена Реверчук. У родителей первоклассников есть выбор. В любую школу на свободные места или по месту жительства в приоритетном порядке без дополнительных условий. В 97-й школе планируют отбор в спортивный и музыкальный класс. И в остальные обещают взять всех желающих. Конечно, если бы мы открывали, как это предписано нам штатным расписанием, 1-2 класса, тогда бы у нас был бы здесь ажиотаж, на каждое место было бы порядка 10-15 человек. Поэтому мы по опыту прошлых лет всегда открываем достаточное количество классов. В этом году планируем это от 8 до 10 классов в параллели. Тем самым мы постараемся учесть интересы всех и практически все, кто желает поступать в нашу школу, все будут приняты в первый класс. Такие возможности есть не у всех школ. Например, 19-я переполнена. Всех первоклассников из микрорайона столичный принять не сможет. Городской департамент образования прикрепил детей к школе номер 8. Специалисты заверили – мест хватит. А вот с лицеями и гимназиями дело обстоит иначе. В Ижевске школ повышенного уровня 7. Заявления в них можно подать из любого района столицы. Там содержание образования совершенно другое, качественный уровень подготовки другой, профессиональный ценз педагогических кадров высокий. То есть в основном это поступают дети, которые ходили в школу дошкольника. То есть у них такая очень существенная подготовка. В 29-м лице на подготовительные курсы в этом году приняли более 200 дошколят. А первых классов набирают три. Принцип как везде. Кто раньше подал заявление, тот зачислен. Но педагоги сразу предупреждают – освоить лицейскую программу смогут не все. Уровень подготовки будущих первоклассников стал ниже. Меньше стали уделять внимание подготовке к школе в детских садах. И поэтому появились такие детки и семьи, и родители, которые либо взяли от себя ответственность за подготовку к школе, либо которые пустили все на самотек. И поэтому дети значительно отстают от того середнячка, который был раньше. Прием заявлений в школах Ижевска начинается не позднее 1 февраля. Конкретные сроки устанавливает администрация школы. Родители должны написать заявление, предоставить свидетельство о рождении ребенка и справку о регистрации по месту жительства. Какие у нас шансы? Не знаю до конца. Потому что ребята все по поводу первого ребенка, я знаю, что поступили все очень сильные дети. Поэтому абсолютно в полной прострации не знаю, поступим или нет. В этом году заявление можно подать как лично, так и в электронном виде через портал госуслуг. Елена Ильверчук, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». Башню Ижмаша отреставрируют к столетию Калашникова. О планах заявил руководитель нового в Республике агентства по госохране объектов культурного наследия. Причем есть шанс сделать это на федеральные средства. В самое ближайшее время эксперты проведут оценку стоимости будущего проекта. По предварительным прогнозам реконструкция башни может стоить несколько миллиардов рублей. Как раз условием участия в федеральной программе культуры России является то, что объект должен находиться в федеральной собственности. В данном случае это наоборот помогает реализации этой задачи, потому что действительно очень затратный объект, на реставрацию которого сейчас ни в Республике, ни в городе, к сожалению, средств нет. Реставрацию главной башни оружейного завода планируется провести до 2019 года, что стало бы хорошим подарком для всех ижевских оружейников столетию Михаила Калашникова. На этом у нас все. Удачи вам и до встречи.